Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Амур принимает психею на Олимпе. Мраморная группа Эберлейна. Юстав Эберлейн принадлежит к лучшим современным немецким скульпторам благодаря покровительству королевы матери прусской. Он имел возможность поступить сначала в Нюрнбергскую школу изящных искусств, а затем и в мастерскую известного скульптора Ренгольда Бегаса в Берлине. Однако он сумел избежать искусственности своего учителя. Его фигуры полны грации и наивности, хотя, подобно своему учителю, его можно назвать реалистом в лучшем значении этого слова. Главное, лучшее его произведение есть фриз длиной почти в 50 аршин, украшающий фасад Министерства вероисповедания в Берлине. На этом фризе более 50 различных фигур по большей части аллегорических окружают фигуру религии. В половине 80-х годов на Мюнхенской юбилейной выставке находилось другое весьма замечательное произведение Берлина Амур принимает психею на Олимпе. Группа эта очень интересная по идее превосходно исполнена. Амур отрок с большими крыльями, стоя на облаке, принимает в свое объятие психею молодую девушку стыдливую и наивную. Амур весь страсть юношеская, свежая, целомудренная психея, воплощение невинной лучезарной женской красоты. Амур смотрит на нее страстными глазами и во взорах его заметно удивление и радость. Он обнял руками стан психеи, снежных членов которой скатилась одежда, поддерживаемая только на спине и развивающаяся на воздухе. Полотвернувшись от Амура и все-таки охватив его рукою, она и стыдится и привлекает его к себе. В фигуре психеи преобладает почти детская грация, форма выражения. В фигуре Амура напротив того мужская энергия, но свежая и молодая. Ну вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok